Всем привет, я Николай Котенков, и сегодня героем нашего выпуска будет Андрей Таранов. Всем привет. Основатель метода Таран – силовое решение внутренних проблем. Поговорим про принцип благодарности, разберем его досконально со всех сторон, какая благодарность возможна, какие эффекты от благодарности человек получает, и можно ли натренироваться быть благодарным. Главное, зачем. А также ты узнаешь, что делать, если не можешь что-то делать, но очень хочешь. Мы все можем быть героями, ведь герой – это обычный человек, который постоянно находит в себе силы и мотивацию предпринимать что-либо для развития. Ну, собственно, начнем с определения. Я определяю благодарность как признание ценности. Это самое простое, что мне пришло в голову. То есть, если я за что-то благодарю, значит, я признаю это ценным. Признаю ценность, я ее вижу, я в каком-то смысле ее присваиваю. Если я что-то считаю неценным, у меня даже внимание на этом не заостряется, я это не запоминаю. То есть, если я, например, обесценил весь свой день, все, что я за день сделал и так далее, мне потом кажется, что за день ничего важного и не произошло. А если я, наоборот, наделяю ценностью то, что я делаю по работе или еще что-то, ну, в принципе, то, чем я наполняю свой день, я нахожу это ценным, то я потом помню, что у меня был день важный, полезный, наполненный чем-то позитивным. Значение вот этих событий. Да, благодарность – это способ придать значимость через позитив. То есть, через негатив, понятно, значимость придается достаточно легко. То есть, что-то напугало, что-то напрягло, что-то выбесило. И ты это больше запоминаешь. И негативные эмоции создают важность, но позитивные эмоции тоже важность создают. И когда я использую благодарность, и когда я признаю ценность того, что я получаю, того, что я делаю, я, соответственно, увеличиваю для себя и для своего мозга, для своей памяти значимость того, что произошло. У меня постоянно борьба в голове идет за то, что насколько это значимо, достойно ли или стоит ли то или иное событие благодарности. А еще более, еще дискуссионно, это когда речь идет о человеке. Ну, например, мы зачастую не благодарим человека за просто доброе слово, поддержку, но мы же можем благодарить и за то, что человек, например, приготовил кофе. Хотя, с другой стороны, он же приготовил, может быть, не очень качественно это кофе. И ты начинаешь злиться из-за того, что он мог сделать это лучше, качественнее. Почему я должен быть ему благодарен? Потому что это выгодно для меня, в конце концов? Ну, смотри, тут есть разница между тем, чтобы вообще не замечать недостатков, и тем, чтобы фокусироваться на позитиве. То есть, можно видеть, что здесь есть какой-то косячок, здесь, то есть, можно видеть, что есть ошибки, есть косяки и так далее, но фокусироваться больше на позитиве. Ну, с одной стороны, спасибо, что он вообще сделал кофе. А с другой стороны, любой другой человек на его рабочем месте сделал бы гораздо качественнее, а может быть, даже за меньшие деньги. Почему тогда я ему-то должен быть благодарен? В данный момент этот человек сделал для тебя и, возможно, закрыл твою потребность. Вот. То есть, ты смотришь с точки зрения, а что в этом есть хорошего. Но это не означает, что ты не поменяешь этого человека, если он плохо справляется со своими обязанностями. Ну, вот мысль такая, что если ты не используешь вот эту значимость благодарности, то ты уйдёшь, останешься с негативом в конце дня, и это будет галочка, что что-то не так. Но если ты ему будешь благодарен, то в конце у тебя будет больше золотых медалей с благодарностью, и это меняет твоё состояние. Можно так посмотреть. С людьми может быть сложнее. Я попробую привести пример с инструментом, например. Если у тебя есть хреновый китайский молоток, это лучше, чем ничего, если тебе надо забить гвоздь. Если тебе нужно какие-то более специфические задачи выполнять, то есть, есть разного веса молотки, разной крепости, разной формы и так далее. И для каких-то задач достаточно самого обычного китайского из мягкого стали, железа и так далее. И если он у тебя есть, то это уже хорошо. Для каких-то задач он не подходит. Так, принцип благодарности предполагает быть благодарным ещё и неодушевлённым предметом? Ну, смотри, если у тебя есть неодушевлённый предмет, то ты можешь сказать, круто, что у меня вообще есть... То есть, благодарим, что пространство. Можно пространство поблагодарить, можно людей, кто его произвёл, поблагодарить, у кого ты купил, кто тебе его дал, и так далее. То есть, сказать спасибо молотку – это нецелесообразно. Это зависит от твоего мировоззрения. То есть, если ты воспринимаешь мир как, в принципе, живой, то ты можешь и молотку сказать спасибо, и так далее. И тебе, возможно, просто приятнее будет взаимодействовать, потому что есть мастера, которые с инструментом... Ну, больше вот, кстати, мы с машинами, с техникой, да, с какой-то, мы же взаимодействуем. Да, это более сложные вещи. Это более сложные вещи, да. И кто-то с ними общается, им так приятнее взаимодействовать с этим предметом. С этим всё в порядке. Будем благодарны не только людям, не только Богу, пространству, но ещё и столу за то, что он столько мне служит. Тоже вполне себе. Микрофон, классная аудиозапись. И когда ты рад, что у тебя есть стол, что он тебе служит, что ты благодаря этому столу и людям, которые его произвели, имеешь возможность за ним работать... На самом деле он мне очень дорого обошёлся, его долго делали и сделали не так, как мне нужно. В итоге я даже больше злюсь, чем благодарен. Да, но в итоге сколько за ним подкастов было снято и так далее. То есть, он, с одной стороны, связан для тебя с негативом, что он не оправдал твоих ожиданий, а по факту вот он здесь стоит, и ты за ним уже очень много разных дел хороших сделал. Андрей, подскажи, научи, как всё-таки среди всей критики понять, что благодарность, но она тебе всё равно на пользу пойдёт, и вот несмотря на какое-то недоумение о происходящем, быть благодарным, ну я не понимаю, как это? Это люди больные какие-то всегда благодарные. Нет, это навык фокусироваться, ну или привычка фокусироваться либо на негативе, либо на позитиве, и с фокусировкой на негативе у людей достаточно просто. Ну то есть, это естественно, по крайней мере в нашей культуре. Не зря говорят, что негативные события – это 93% внимания, а какие-то исследования были научены, а позитивные события – лишь 7, потому что негативные, они реже, они выбиваются, ты их запоминаешь больше, на них фокусируешься. Действительно, да? Они могут быть не то, чтобы реже, а вопрос в том, что от негативных событий больше зависит выживание. Ну, по крайней мере, мозг так считает. Так как это вопрос выживания, это требует много внимания. Чтобы в следующий раз не повторить эту же ошибку. Да, избежать каких-то негативных моментов, обеспечить выживание, сохранить ресурсы, это опять же обеспечение выживания и так далее. Избежать какого-то момента неприятного, осуждения, то есть, социальные ещё есть контексты. Осознанно это делать. Это нам всё негативно, нам не на пользу, и так внимание на нём заостряется. Нам нужно на позитиве, на благодарность. Для того, чтобы это уравновесить, неплохо бы сформировать навык противоположный, фокусироваться на позитивных моментах. Вот, например, со столом, что, да, он, возможно, не оправдал каких-то твоих ожиданий, но в итоге он есть, и ты его используешь, и он тебе уже много каких-то позитивных моментов всё равно принёс. Ты за ним снимаешь подкасты, ты за ним работаешь и так далее. То есть, по факту он может ассоциироваться у тебя с тем, что, да, там была какая-то история, что он тебе не понравился изначально, но по факту он свою работу выполняет, выглядит стильно, и всё хорошо. Отмечаем и записываем это, да? Ты можешь себе и записать, чтобы… Чтобы это более было эффективно. Чем этот стол всё-таки хорош, несмотря на то, что он там не соответствует моим изначальным ожиданиям, да? А что в нём всё-таки есть хорошего? А плохое даже не фиксируем, даже не смешно. А у тебя уже зафиксировано, понимаешь? Ты его всё равно подметил, ты знаешь там, блин, вот это, вот это, вот это, но когда ты на вторую чашу весов поставишь список того, о чем он всё-таки хорош, что, ну, какие возможности он тебе даёт и так далее, вот, то тебе станет проще либо нейтрально, либо позитивно. Тебе может стать приятно за ним сидеть. То есть, чем полезна практика благодарности? Осознавать, что много и позитивного, на что мы так обычно и даже не обратим внимание. Да, это просто натренированный фокус искать позитив. Ну, я так вот, видеть ценность. То есть, вот, признание ценности. Как это нужно делать, чтобы это было натренированное, как тренироваться необходимо? Я вот, ты у меня был на курсе. Ну, расскажи, Андрей создал телеграм-бота, который стал весьма популярный для всех тех, кто хочет практиковать благодарность и помогает с напоминалками, с обратной связью. Да, есть бот, я его еще по весне сделал. Это просто напоминалки, что каждый день, ну, подписываешься, тебе месяц приходит напоминалка каждый день, там, в 7 утра или вечером, в 9 вечера, что перед сном, да, кто-то с утра хочет начинать, кто-то в вечер. То есть, ребята могут найти его, да? Да, да, да. Скачать. Ну, просто в телеграме находишь бота, подписываешься на уведомления. Скажи, как называется. Давай мы потом просто ссылку прикрыли. И я сделал курс. На курсе я в разные дни даю разные темы для того, чтобы поискать, что ценного в этом есть. Ну, то есть, попрактиковать благодарность с разных сторон. То есть, можно, например, материальные блага, то есть, вот свет там и так далее, свет, электричество, тепло, есть где жить там и так далее. Вот. Все предметы, которыми мы пользуемся, можно за них благодарить, за то, что они есть, можно людей, благодаря которым это есть, благодарить. Каждый день бот помогает находить, за что быть благодарным. Нет, это курс. Это курс. В боте, я думаю, сделаю тоже тестовые какие-то вот эти дни с разными идеями, за что. А пока что у меня было просто напоминалка, что сегодня напиши обязательно. Вот. Там одна из тем была – материальные блага, другая тема, например, была – деньги. Причём, ну, благодарность как за поступление, за наличие, так и за расходы. То есть, многие люди воспринимают расходы как что-то негативное. Вот вам примеры записываете для тех, кто сел и не знает, за что быть благодарным. Вот Андрей перечисляет уже огромное количество. Очень интересная история в плане благодарности за расходы, что я могу фокусироваться на том, что я трачу деньги, а могу фокусироваться на том, что я приобретаю за эти деньги. То есть, я закрываю какие-то свои потребности, приобретаю услуги, приобретаю продукты, предметы, которые мне нужны и так далее. Смотри, вот интересная мысль. Во всех действиях всегда есть две стороны – белая, черная. То есть, серая – это негативная. И позитивная. Получается, что как только я… Правильно ли я понял? Думаю. Слушай, я сегодня очень много потратил. Например, купил телефон или что угодно, рубашку. Дорого. Машину. Машину. Дорого. Много потратил. Нет, это не то, что мне нужно. Думать о том, сколько я потратил. Потому, что это дорого, много, что бы я мог ещё купить. Это не то, что мне нужно. Беру сознательно эти размышления, отодвигаю, поворачиваюсь в сторону позитива и думаю, какая крутая машина. Ведь на этой машине я могу теперь рассекать больше со скоростью, могу доехать до своих друзей, могу привлекать внимание больше, если это нужно, подвозить своих коллег. Фокусируешься на возможностях, которые она тебе даёт. На тех позитивных моментах, которые ты приобретаешь, потратив деньги на эту машину. То есть, ты можешь впасть в депрессию, что ты столько денег потратил, и у людей так происходит, а можешь быть вообще очень рад и доволен тому, что ты приобрёл. Да, вот как не думать? Мы же все не можем не думать о негативе, он же нас крутит. Не можем, но это может у тебя мимолетная мысль быть, а больше ты времени потратишь на то, что направишь свою мысль, а что хорошего я приобрёл. Потому что ты, когда её принимаешь решение покупать, ты всё равно фокусируешься на том, что приятное ты получишь. Но у тебя эта мысль мимолетная, а потом у тебя может быть долгая мысль о том, блин, я столько денег потратил, мне теперь снова зарабатывать, туда-сюда. И ты можешь просто больше внимания на негатив направлять, можешь больше внимания на позитив направлять. И вот это направление внимания тренируется. Слушай, мне хочется сравнить это с питанием. Продукты питания мы прекрасно понимаем, если уменьшить количество углеводов, надо повысить количество клетчатки, белка, то ты получишь профиты в теле, жиросжигание, энергию. Но ведь так не работает. Мы все это прекрасно понимаем, что нужно заниматься спортом ежедневно или в неделю не меньше двух часов. Но ведь не все это делают. И с питанием я понимаю, но я не могу чётко-чётко это держать. Большая борьба. А как здесь-то быть тогда с выбором размышлений? Тут два момента. У меня же две специализации. То есть я встал в этом году, в прошлом, ещё по практике благодарности что-то делать, проводить и так далее. А так я с психикой работаю, с людьми. В том числе, например, с тем же питанием. То есть есть разные системы питания, которые можно тестировать, диеты разные и так далее. Но мне больше нравится понятие «система питания», что ты выстраиваешь определённую систему, которая становится привычкой, и ты дальше так питаешься, и это может не восприниматься как диета. То есть можно так жить на таком питании. То есть не только там сушиться или набирать, а в принципе выстроить питание таким образом, чтобы ты себя хорошо чувствовал, нормально, вкусно кушал, и это решало твои задачи спортивные и так далее. А тут система мышления? И для выстраивания системы питания иногда нужно решить внутренние некоторые вопросы, эмоциональные привязки к какому-то определённому питанию или эмоциональная привязка к тому, что мне не должно быть тяжело. или что мысль о том, что перестройка питания – это подвиг. Как только ты воспринимаешь диету или перестройку питания как подвиг, это значит, что у тебя будут срывы, потому что полгода ежедневного подвига обычно нет. Когда это просто ты начинаешь воспринимать спокойно, как то, что продвигает тебя к твоим целям, и не воспринимаешь это как что-то архи-сложное, а это вопрос мышления и эмоций. Когда ты отработал эмоции по поводу диеты и так далее, тебе гораздо проще перестроить. То есть, тут как может быть нужна работа с подсознанием, с эмоциональными привязками, с фиксациями на определённых идеях, так и работа с мышлением в виде того, что я учусь фокусироваться на плюсах. То есть, устраивание системы мышления. Да, через благодарность я учусь видеть позитивные моменты. То есть, я прямо тренирую внимание, это тоже как мышца, только мышца благодарности. Мы все видим людей, они же сразу заметны, люди, которые улыбчивые всегда, позитивные и благодарные, и люди негативисты, которые хмурые, недовольные, и постоянно их кто-то что-то всё там ершит кому-то что-то сказать. Что они? Такие родились или они такими стали? Это гемисталия, это с одной стороны привычка эмоционально реагировать определённым образом, и человек при этом находится постоянно в режиме выживания. Его постоянно что-нибудь триггернуло, он в негативе, и он в этот момент находится в выживании. Благодарность помогает переключиться из этого режима выживания, потому что ты говоришь, так, хорошо, подожди, сейчас какая-то хрень случилась, но работа есть, жильё есть, отношения есть, там, чё покушать даже на завтра есть, работа здесь нравится, здесь не нравится, но всё равно есть и позитивные моменты, и значит, что в целом, в целом всё неплохо, и значит, ну, моему выживанию ничего не угрожает. Да, есть проблемы, да, их надо решать, но человек выходит из-за того, что всё плохо и надо срочно что-то делать, и часто же надо срочно что-то делать, но этого всего так много, как будто бы вот этого негатива, что человек в итоге и не делает ничего, то есть он просто находится в режиме обороны и ничего не меняет, просто в напряжении, которое он не может снять, в тревоге. Интересно, даже какие-то неприятности, которые, допустим, происходят, если вставить в критерии или в рамки вопроса «моему выживанию ничего не угрожает», то даже большинство же неприятностей, которые случились, они же не угрожают выживанию, можно расслабиться. Можно. А можно ходить и гонять. Но люди гоняют, и они часто просто время тратят, то есть просто мысли крутят определённые негативные, причём по кругу, и при этом ничего не меняется. Только негативные эмоции вызывают негативные всплески гормонов каких-то. Там бывает по цепочке одно, второе, третье, и если у человека много моментов, которые он воспринимает как негативные, он может прям замкнуться в этом, ему не выйти из этого круга негатива, потому что одно цепляет второе, второе, третье, третье, четвёртое, и всё. Вот у меня один из отзывов, что человек заходил в тревоге, в обесценке себя, в таком прямо негативе, и у него вот эта общая тревожность ушла в процессе курса, несмотря на то, что у него там деньги все кончились. Он говорит, я не стал супероптимистом, не стал там людей воспринимать как-то суперпозитивно, я всё так же, говорит, вижу их косяки, но мне стало ровно. То есть у него эта история сбалансировалась. И практика благодарности, она не обязательно про вот эту восторженность. Но я могу, видя косяки, всё равно фокусироваться на том, что есть позитивного. Это очень ещё понятный момент в плане отношений. Можно цепляться за всякие мелочи, прямо раздувать из мухи слона и просто разрушать отношения, а можно признать, что мы все не идеальные, там бывают косяки, бывают меньше, бывают крупнее, но всё равно с этим как-то справляемся. По крайней мере, у кого есть семьи, дети и так далее, там люди обычно как-то регулируют конфликт. И конфликты неизбежные, они будут, но если я фокусируюсь на том, а что всё-таки хорошего есть в отношениях, благодарю за это прямо словами через рот часто, и в том числе за бытовые всякие вещи, то общий фон отношений улучшается. То есть, если я фокусируюсь постоянно на негативе, то мне кажется, что мои отношения состоят из сплошного негатива. И это легко делать. И тогда думаешь, зачем мне это надо. Особенно, когда там уже первые годы, когда гормоны бурлят, они прошли, а бытовуха началась. Если постоянно фокусироваться на негативе, то вокруг негатива всё и строится. Каким практическим способом можно снять эту фокусировку, уйти от негативных мыслей? Практический способ простой. Есть какая-то сфера, например, отношения, которая меня не устраивает в жизни. Я беру и начинаю каждый день садиться и либо мысленно, но лучше письменно записывать. Можно в телефон, но чтобы просто была история для себя, потом можно было перечитать. И начинаю там пять пунктов, например, в отношениях, за что я могу быть благодарен. Если сегодня был какой-то хреновый день, конфликты и так далее, то я могу поблагодарить за то, что было в прошлом хорошее. Писать – это каждый день. И каждый день писать. И постепенно внимание перестраивается на то, что есть хорошего. Какой период времени необходим, чтобы перестроить внимание и закрепить вот эту привычку? Это можно делать сколько угодно долго, но за месяц, например, можно заметить прямо результаты. И на курсе мы делали отсечку в две недели, и многие уже заметили позитивные изменения, отчетливые достаточно. Вот. То есть просто садиться и записывать. То есть заставлять себя фокусировать внимание на том, что хорошего есть в той части жизни, которая меня не устраивает. Не устраивает меня работа, я начинаю писать, а что в работе все-таки хорошего было. То есть метод от обратного получается. Да. Если я хочу улучшить какую-то сферу своей жизни, то я могу начать это делать через благодарность. Через то, чтобы повыделять, а что есть хорошего, ценного в этой части моей жизни. В отношениях. Или в деньгах. С деньгами, опять же, если по поводу денег меня все не устраивает, у меня болит эта тема, если мне не хватает, то у меня расходы могут восприниматься прям болезненно, что я последнее отрываю и так далее. И я тогда начинаю писать благодарности себе по поводу того, что у меня все-таки есть в плане денег, за расходы. Это можно, как и других людей поблагодарить, что я могу у них приобрести услугу. Можно вслух, можно для себя чисто хотя бы. Можно вслух формально, как это делается. Расходы – это же еще и приобретение. Да-да-да, то есть я начинаю фокусироваться на том, что я приобретаю, на том, что вообще я заработал денег, которые я трачу, и, соответственно, это тоже моя заслуга, я могу себя поблагодарить, что я эти деньги ранее заработал, что у меня есть такая возможность и так далее. Вот. И постепенно у меня накапливается какой-то позитив, связанный с деньгами, и сам предмет денег начинает мной восприниматься более позитивно. То есть так у меня был сплошной негатив по поводу денег. Это точно психология, это законы, по которым все работает? Это прямо с большой долей вероятности улучшает. Смотри, там просто есть такая история, что могут быть какие-то сильные триггеры, травмирующие события и так далее, связанные с этой темой, которые, возможно, надо нести к хорошему психологу и сначала здесь отработать, а потом, например, дошлифовать это практикой благодарности. Или практика благодарности до какого-то момента проработает, но какая-то болевая точка будет. И потом это надо будет конкретную болевую точку убрать. Бывают люди, например, очень сильно прогорели. Это был для них такой неприятный опыт, или кинули партнеры на очень большие деньги. Что потом у них подсознание неосознанно, их пытается уберечь. И они не лезут в какие-то темы, либо сливаются с каких-то моментов. Причем они сами бы хотели деньги снова начать зарабатывать, но у них там очень много эмоций по этому поводу. Им приходится преодолевать свой страх. Я работал в том году с товарищем, у него бизнес-партнер, его выжил из бизнеса. Причем он пригласил партнера, они там год поработали, и тот его выжил из бизнеса. Причем они там что-то попали тройки миллионов рублей в день зарабатывали. Ну, то есть, нормальный бизнес, хороший, крепкий. И он на тот момент, уже год как создал свою новую компанию, он ее там все еще выводил на какие-то обороты. После кадра расскажешь, что это за сфера, подойдет такие со мной в день. Может быть. Вот, и он обратился ко мне с тем, что он дико контролирует всех сотрудников, потому что его же кинули в прошлый раз. Говорит, я на это слишком много времени трачу, у меня панические атаки, хотя я вообще всю жизнь предпринимательской деятельностью занимаюсь. То есть, я даже на работе, по-моему, не работал ни разу, понимаешь? Вот. То есть, человек, он бизнесмен, он предприниматель, он всю жизнь этим занимается, но он не может справиться со своими эмоциями, потому что для него это был очень большой крах. И у него подсознание пытается его уберечь от повторения разными всякими способами. И паническими атаками, и тем, что надо всех контролировать, душить команду просто… То есть, это подсознательно меняет характер человека. Да. То есть, это было настолько сильное для него впечатление, что он собою в каких-то моментах просто не владеет. Как это работает? Там, где очень много эмоций, там, где очень сильное впечатление, это для подсознания вопрос, связанный с выживанием. И волевой контроль тем слабее, чем более сильное впечатление, сильные эмоции. Чем сильнее эмоции, тем более автоматическая реакция. Соответственно… Если человек в этом разберётся, поймёт свои причинно-следственные связи… Можно понимать от и до, откуда что пошло, почему я так себя веду. Но пока не решится вопрос эмоций, ему будет очень сложно это поменять, и он будет преодолевать себя, а преодолевать себя, опять же, долго и сложно. То есть, чтобы с этим справиться, недостаточно осознать? Нет. Я знаю людей, которые вдоль и поперёк знают свои травмы, откуда, из какой ситуации что пошло, почему они так реагируют и так далее, и всё равно так реагируют. Потому что для того, чтобы перестать так реагировать, нужно убрать эмоции, связанные с этим вопросом. То есть, есть техники различные, психологические, которые снимают эмоциональное напряжение, и когда у меня вопрос, который раньше у меня болел, перестаёт вызывать какие-либо эмоции, у меня и реакция с этим связана и перестаёт воспроизводиться. Потому что она потеряла приоритет, потеряла важность. Это так работает. И благодарность может это перевесить или помочь переоценить. То есть, если я с точки зрения благодарности начинаю пересматривать, хорошо, вот со мной вот эта фигня произошла, вот эта вот ошибка, падение, крах и так далее. Хорошо, давай я посмотрю, а чему я научился благодаря этому, какие у меня новые возможности благодаря этому создались, которые я бы не увидел, если бы этого не произошло и так далее. И всё-таки происходит какая-то переоценка, и тогда человек может хотя бы частично отпустить. У него меньше напряжения, поэтому вопрос встанет, ему станет проще себя контролировать и перестраивать своё поведение. То есть, благодарность как терапевтический инструмент, она тоже может работать. Но бывает, что нужна именно профильная работа с какой-то конкретной травмой, ситуацией и так далее. А благодарность помогает фокусироваться на позитиве. Интересный ещё момент, сразу пример приведу. У меня одна знакомая, которая много терапией разной занимается и так далее, у неё прям очень сложное детство было. Прям без преувеличения. То есть, когда у неё родственники друг друга пытались убивать на глазах и так далее. Ну, то есть, прям с ножами, всякая вот такая вот история. Есть основания для того, чтобы психика была достаточно тревожная и так далее. Вот. И она говорит, я пробовала практиковать практику благодарности, и меня, говорит, как будто бы слоем благодарности всё покрыло, и я перестала натыкаться на свои болевые точки. Я прекратила практиковать, потому что я хочу натыкаться на болевые точки, отрабатывать их. Уже глубокие цели, да? То есть, она чётко очень написала, что благодаря фокусу на позитиве она перестала встречаться со своими болями. То есть, её перестало задевать. Ну, она решила на какое-то время, по крайней мере, отложить вот этот вот позитив, чтобы… ну, потому что ей интересно заниматься отработкой вот этих всех травм. Вот. Хотя она перестала с ними встречаться с помощью благодарности. Понимаешь? То есть, это может быть разная немножко работа. То есть, я не говорю о том, что практика благодарности – это прям панацея, но она реально очень многие вопросы помогает пересмотреть и даёт очень хорошие эффекты в плане довольства жизнью. То есть, это как базовый навык. Который повышает уровень твоего удовлетворения, соответственно, делает тебя более счастливым. То есть, знаешь, для меня самого очень интересный был эффект, что я в какой-то момент времени заметил, что я доволен не какими-то конкретными днями, которые там особо удачные, а в целом своей жизнью. То есть, ну, я погрузился в эту тему, такой, да у меня в принципе нормальная жизнь, прям хорошая. Ну, то есть, я до этого так не оценивал. То есть, ну, как-то вот просто жил, работу делал и так далее. Я понимаю, что да у меня хорошая жизнь, я ей доволен. Да, есть там какие-то моменты, проблемы и так далее. Но в целом всё окей. До этого были проблемы, они погружали в неудовлетворённость всё равно. Ну, у всех есть психолог, там, не психолог и так далее. Ну, у всех есть моменты, которые вызывают неудовлетворённость и так далее. Не способствует ли это удовлетворённость меньше активности с точки зрения достигаторства, амбиций? Может. Тут бывает так, что есть невроз, который побуждает постоянно действовать, неудовлетворённость, побуждающая действовать. Она может реально продвигать человека. А нередко бывает так, что с одной стороны человек очень неудовлетворён, с другой стороны у него заблокированы действия, и он в этой неудовлетворённости варится, и она его парализует. То есть, больше проблем от этого. Плюс, если я ухожу от неудовлетворённости, мне нужно тогда искать другую систему мотивации. То есть, через благодарность можно отдавать себе позитивное подкрепление целевых действий. То есть, вот это вот самовоспитание может быть в том числе через безблагодарность осуществлено. Когда я себя благодарю за нужные шаги, за то, что я там сделал в течение дня и так далее, то я это позитивно подкрепляю. Я наделяю этой ценностью, и мне хорошо. Я понимаю, что за больше действий, за какие-то достижения я буду ещё больше доволен, и это может меня тоже двигать. То есть, можно так, я молодец, я поел? Можно, но, скорее всего, ты себе скажешь, что ты молодец, когда ты поел правильно. Ну, то есть, когда ты, например, выстраиваешь. Ну, в моём случае, наоборот, поел это да. Блин, я поел. Выстраиваешь систему питания, и ты такой, окей, круто. Я там правильно поел, например. Это может быть системой воспитания ещё себя. Позитивное подкрепление ты себе даёшь. Хорошо, круто. Андрей, можно писать благодарности, а можно же практически что-то делать в ответ, благодарить человека, или… Она может быть выражена по-разному. Обмениваться чем-то. Да. Какая более эффективная форма этой благодарности? Смотри, с точки зрения того, чтобы потренироваться, потренироваться прописывание отлично работает. Потому что, когда я начинаю писать, и какое-то количество пунктов, хотя бы начинаю писать, я выделяю специальное время, когда я учу свой мозг видеть ценность. Вот. Но все, кто писали, они отмечали, что в жизни тоже стали больше словами через рот выражать благодарность и в действиях в том числе. То есть, если я что-то признаю ценным, что я получаю от других людей, я могу им тоже что-то дать. Деньги – это тоже вариант выражения благодарности. То есть, я что-то приобретаю, я благодарю деньгами, в первую очередь. Но могу добавить еще доброе слово. Могу не добавлять, но если я денег заплатил, то это эквивалент благодарности. Вот. Деньги – это ранее вложенный какой-то мой труд, еще что-то, мое время, мой опыт, соответственно, я своим вот этим жизненным каким-то ресурсом с человеком делюсь. А он своим. То есть, я у него что-то приобретаю. Я поблагодарил его деньгами. Или там посмотрел что-то в интернете, это мне оказалось полезным, и я, например, отправил благодарность в виде денег. Ну, задонатил. Это более эффективно, чем написать просто. Это большее признание ценности, чем просто написать в конце дня на бумагу. Ну, это может быть так. Писать на бумаге – это тренировка. Это тренировка. Это, ну, как ритуал. Или в телефон писать. Вот. Но в жизни, естественно, надо добавлять вот этот элемент и выражать. И тренировка для того, чтобы это использовать в жизни. Как, ну, ты сам просто отмечаешь… То есть, всё нужно тренить, и как в спорте, и тут навыки эти нужны. Если ты хочешь прокачаться в навыке, то ты его тренируешь. Вот. Потом ты можешь решить, что мне вот тренировок достаточно, того уровня, который у меня есть сейчас, мне достаточно. И прям, ну, не выделять время на написание, но в жизни всё равно ты будешь выражать благодарность, использовать её, отмечать в уме какие-то моменты, и тебе самому от этого будет приятнее. То есть, это прописывание – это тренировка дополнительная. Это чтобы навык рос под нагрузкой. Вот. Как-то так. Ну что ж, я убеждён, что это полезный навык, и действительно мы деструктивно очень много тратим времени на критику, на сосредоточении, да? На негативе, да. На негативе. Андрей, что практически ты можешь посоветовать, кроме написания в конце дня, что может приблизить к освоению этого навыка человека? Может быть, чтение какой-то литературы или регулярное прослушивание или просматривание видео на этот счёт? Что ещё, как инструмент можно использовать, чтобы научиться благодать? Ну, по идее, есть книги тоже про благодарность. Это может просто показать человеку явление с разных сторон. Вот курс, который я делаю, например, да, это для того, чтобы с разных сторон попрактиковать. Потому что есть, ну, про практику благодарности много кто ведёт разные там курсы, марафоны там и так далее. И кто-то даёт какие-то там подсказки, как это можно, кто-то просто давай всё, пишем там пять пунктов туда, пять пунктов сюда и нормально. Вот. Я построил на том, что я много разных моментов предлагаю, на чём пофокусироваться, некоторые повторяю. Плюс люди пишут, за что они благодарят. Другие люди видят, что ага, а ещё это можно, у них идеи появляются и так далее. Но у меня, опять же, не обязательно писать публично. Вот. Но некоторые люди пишут и это обогащает. Есть какие-то классические произведения, да, там, какая-нибудь Полиана про девочку, которая там всегда на позитиве фокусировалась. Можно почитать. То есть её там на некоторых тренингах рекомендуют и так далее. Там же на тренингах рекомендуют фильм «Заплати другому». Это про то, что сначала там сделать какое-то доброе дело для другого человека, а он там другому человеку сделать. Так как цепочка добра запускается. Соответственно, ну, если ты искренне благодаришь других людей, то им как-то приятнее становится, и они могут вот это вот приятное самоощущение потом дальше передать. Возможно даже вернуть. В конце концов. Или вернуть. Вот. И вы можете, вот опять же, в отношениях, если больше благодарности становится, становится больше вот этого позитивного взаимодействия. Слушай, а что если есть люди, которые, ну, прям неблагодарны в корне за всё? И, ну, такое есть выражение, да, да, ему палец руку откусит. Но вот есть же такие люди, как с ними быть? И благодарность в отношениях, благодарность просто за отношения, как фон, это одно, но именно человек к человеку. Ведь мы часто на себе чувствуем, если человек благодарен, то хочет для него сделать что-то ещё. Если он это игнорирует, обесценивает или, ну, как бы даже чем-то недоволен, то, ну, конечно, такому человеку не хочется и ничего положительного делать или ещё обеспечивать, да, что-то. Да. Вот как не быть таким человеком? И как быть с такими людьми? Перестать быть таким человеком – это вот начать перестраивать. Почему-то, ну, мышление начать, перестраивать свои эмоции, то есть, ну, почему я так негативно реагирую, почему я всё обесцениваю. Вот. Пойти, опять же, к нормальному специалисту, который раскрутит, а почему ты так делаешь, отработает эмоции. То есть, самому человеку надо решить и захотеть это. Которые заставляют обесценивать, да. И начать учиться придавать ценности тому, что получаешь. Вот. Есть такая история, как криминальный обмен, ну, равнозначный обмен и обмен с превышением. Такое условное разделение. Криминальный обмен – это когда человек берёт больше, чем отдаёт. И есть люди, которые стараются так взаимодействовать. Они пытаются как можно больше получить, как меньше, меньше, ну, как можно меньше отдать. Вот. Соответственно, обычно не очень хочется с такими людьми взаимодействовать. И можно, ну, по возможности можно не взаимодействовать. А если ты вынужден с ними взаимодействовать, это какие-то заказчики, подрядчики и так далее, они тебе там деньги платят, окей, они тебе выражают благодарность деньгами. Вот. И ты тоже можешь всё равно, даже если тебе неприятно с ними взаимодействовать, ну, ты вынужден поискать, а что мне это взаимодействие всё-таки даёт. То есть тоже пофокусироваться. Просто если ты будешь обращать внимание, что ты получаешь, тебе может быть проще воспринимать то, что они себя не очень корректно ведут, если ты вынужден. Вот. Если не вынужден, то, в общем-то, не хочешь, не взаимодействуешь. Ну, то есть мы понимаем, что бывают разные ситуации. Вот, кстати, конкретный совет. Как быть с такими людьми? Ну, пофокусироваться на том и разобрать всё, что всё-таки тогда есть в взаимообмене, почему. Если ничего нет, то просто тогда понять, что это не нужно. Продолжать. Ну, можно так сказать. То есть, если я вынужден всё равно находиться в какой-то ситуации, то я могу перестать так много негативить, если пообращаю внимание, что я в этот момент получаю всё-таки хорошего. Что я там тренирую, какой опыт получаю и так далее. Просто у меня уменьшится количество негатива, которое я испытываю в этой ситуации. И, соответственно, то, сколько я энергии сливаю. Если так немножко подвести итог, то, правильно ли я понял, поправь меня, значит, принцип благодарности – это инструмент фокусирования и признания ценности на позитиве, а это, безусловно, более позитивный настрой, более гармоничная работа мозга, тела и лучшие отношения с людьми. Почему? Потому что благодарный человек априори не может быть недовольным. Ну, он может быть недоволен. Ты, с одной стороны, можешь сказать, что вот это хорошо, это хорошо, это хорошо, но здесь вы плохо выполнили свои обязательства и так далее. Это можно воспринимать как недовольство, можно как конструктивную критику и так далее. То есть, это не пони, бабочки и позитивный позитив исключительно. Но это про баланс больше, что я вижу позитивные моменты, вижу негативные. Люди обычно больше заостряют внимание на негативных. Но это не значит, что я не вижу негативных. Если я в фокусе на том, что я получаю цену, это не значит, что я где-то витаю и я беззубый, условно. И можно делать что угодно, и я всё равно буду радоваться. Нет. Но я могу более адекватно взаимодействовать, если я вижу как плюсы, так и минусы. И даже когда у меня случаются какие-то проблемы, форс-мажоры и так далее, я могу быть более конструктивным в решении, если я воспринимаю это не только как исключительно негатив, но и как то, что я что-то приобретаю в этот момент. То есть, давай пример приведём. Пусть будет человека уволили. И с одной стороны, это может быть… Что тут может быть позитивного, да? Это может быть трагедия с точки зрения того, что ему надо срочно искать, где ему заработать и так далее. Вот эти все моменты. Но это может быть и урок большой, почему его уволили. И новые возможности. И новые возможности в плане того, что он может найти другого места, которое ему будет больше подходить. Или ещё что-то. или вот его уволили, он своё что-то создаст. То есть, там где что-то теряется, там создаётся место, где новые возможности. Сможет ли человек ими воспользоваться – тоже вопрос. Но если он будет сфокусирован на возможности всех, то у него больше шансов. Если он просто погрузится в депрессию, что меня уволили, как же так, все вокруг виноваты, и сядет на диван страдать, то, скорее всего, ему будет сложнее. Если он сядет на диван, прикинет, что, окей, теперь у меня нет этой работы, но у меня больше не связаны руки, я могу попробовать что-то другое, то он пойдёт и попробует что-то другое. И не будет долго я там высижу. – Принципы позитивного настроя. – Ну, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ты являешься разработчиком метода таран силовое решение внутренних проблем расскажи так окей ну это конечно немножко маркетинг с одной стороны вот потому что фамилии ты сам придумал то что это прямо у меня отдельный метод это мне ученики начали говорить по твоему методу работаю так подождите я все равно тоже у других людей учился свое в это привносил начал там это по-разному комбинировать и так далее вот то есть все равно я пропустил через себя поменял и так далее я не могу сказать что я революцию произвел в методологии так далее все-таки это работает это работает я уже 9 лет работаю много что попробовал через себя пропустил изменил доделал усовершенствовал и проще 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 и что лежит в основе смысл какой вот я уже говорил что есть разные методики разные способы как уменьшить просто эмоциональный заряд вопросов как каким-то вот и я разными методиками пользуюсь в том числе своими наработками разными за эти лет опять же много перепробовал вот и у меня подход такой что мы берем но это как краткосрочная терапия выберем конкретный запрос и мы с человеком работаем его без лимита времени но обычно это полтора-два часа бывает меньше там час бывает больше там три зависит от темпа человека и мы работаем до тех пор пока он не почувствует что по крайней мере сейчас вот то что его парило перестало парить и ничего докручивать он не хочет например по ощущениям сейчас мы отработали вот мы начали меня это парило мы закончили через полтора часа и меня не парит я я вспоминаю эту ситуацию и у меня не возникает никаких эмоций то есть результат сразу результат сразу то есть не там через полгода в этом суть всех наших да сложности и ограничений страхов и смотри в чем суть сложности страхов и так далее в том что психика научилась воспринимать какое-то явление как опасное причем какое-то явление она воспринимает как опасное а другое которое объективно опасное она может не считать опасным то есть ну люди там потому что не сталкивались с этим потому что нету важности то есть человек может знать что люди попадают в аварии что сбивают пешеходов но он с собой не соотносит может вообще по сторонам не смотреть и так далее вот а при этом что-то эмоционально заряженное может у него вызывать два раза на ногу или на яйца проливал горячий кофе и теперь он обязательно его ставит в ручку и смотрится следить за этим да если его это впечатлило а кого-то это не впечатлило ему по барабану яйца пару раз сварил но тем не менее точно так же вот или кто-то боится это пофигисты по жизни почему мозг его тогда не поставил этот приоритет и здесь не возникает у кого-то возникает у кого-то нет это отличие психики отличие психики отличие опыта то есть это пересекается перемножается с какими-то предыдущими моментами кто-то боится высоты кто-то боится воды утонуть там и так далее при этом объективные угрозы опять же там дорожное движение или там снег башка попадет много людей наверх вообще смотрят нет хотя падает снег башка и умирают люди но так как человек не научен этого бояться он не боится хотя это хотя говорят да такое выражение дураки учатся на своих ошибках а умные мудрые на чужих хотя вот ну невозможно да ты все это принимаешь во внимание но не опасаешься кому-то может быть достаточно посмотреть нарезку аварий для того чтобы понять что ну лучше посмотреть в две стороны чем оказаться в такой нарезке вот то есть человек может впечатлиться и наблюдая за другими или он застал какую-то ситуацию и такой то есть со мной это тоже может быть и поэтому я буду аккуратн а может до паники доходить например то есть очень сильно впечатлило чем сильнее впечатлила какая-то история человека чем больше он испугался чего-то тем больший приоритет для психики это имеет и какой вот интересный момент что произошла какая-то ситуация которая воспринималась как угроза ну там конфликт с родителями в каком маленьком возрасте или там родители ушли и ребенок испугался что они его ну всегда оставили для этого бывает достаточно там 15 минут отсутствия тоже дети по-разному переваривают у всех там как это разная психика и так далее вот что происходит психика как-то реагирует включает какие-то эмоции какие-то реакции кто-то затихает там кто-то кричит ну там могут быть разные реакции в зависимости от того чему уже там человек его психика научилась вот и потом ну это угроза психика считает что мы сейчас умрем это угроза и она включает какие-то эмоции какие-то реакции ну опять же звать например на помощь в отчаянии или там злиться и звать на помощь или еще что-то или затихариться и ждать вот в итоге человек выживает и закрепляется реакция что когда ты остался один тебя оставили там надо включать такую-то эмоцию потому что тогда мы включили эту эмоцию и все обошлось все и как будто бы с одной стороны эмоция способствует выживанию а с другой стороны есть еще эффект такой что не только сама ситуация это опасно но и психика начинает воспринимать эмоцию как опасно то есть я почувствовал себя слабым в какой-то ситуации которая мне угрожала значит чувствовать себя слабым опасно и надо там свою слабость скрывать не признавать там и так далее ну вот и потом начинается я не могу попросить помощи потому что значит я слабый а слабым быть опасно и все и у человека блок а у него фиксация на идее что слабость опасна а ты сейчас сильный через пять минут в других обстоятельствах ты слабый ну в жизни все есть в каких-то моментах ты сильный в каких-то слабый и так далее но если тебе нельзя быть слабым то ты возможно иного будешь стараться не пробовать потому что ты там однозначно в слабой позиции окажешься ты там не можешь помощи попросить еще что-то такие классические примеры а это все произрастает из того что как будто бы слабость опасна то есть психика научилась что ощущать себя слабым там неопытным опасно вот она старается этого избежать и всех ситуаций которые с этим связаны надо избегать вот вот и это просто фиксация на определенные идеи что слабость это опасная штука и ее надо вот избегать надо ситуации избегать надо самого чувства избегать вот и это фиксация может произойти и вообще за секунды ситуация может быть очень быстро очень быстро испугался психика сделала выводы и на всю жизнь и на всю жизнь есть фиксация что вот это вот опасно этого надо избегать соответственно это может мешать и когда человеку это мешает он по хорошему идет и со специалистом разбирается с этой историей и у него она расслабляется ну многим людям однозначно со стороны там необходимо какая-то помощь ну и они-то думают что им ничего не нужно им это не нужно вот это туда же часто что я должен сам справляться иначе я какой-то не такой хотя совсем ты сам справиться не можешь ты даже если пытаешься справляться через книжки то книжки это опыт автора который он изложил то есть ты общаешься с автором только в одностороннем порядке чем хороший специалист что он он тысячи таких ситуаций уже разморочил у него есть у хорошего специалиста есть эффективные инструменты как решать такие вопросы можно сэкономить себе кучу времени ну вот скажи нервов и так далее за твой многолетний опыт у тебя были наверное может быть и тысячи ну наверное сотни да людей вот у нас ребята в основном молодежь будут смотреть это видео и посоветуй вот просто для того чтобы в жизни быть более успешными достигать чего-то большего снять какие-то ограничения которые для них для ребят для большинства для меня также не очевидны но ты их видишь со стороны учитывая свой опыт что сделать на что обратить внимание с чего начать как сдвинуться вот это парень будет смотреть ты конечно можешь сказать там ну приходите ко мне на курсы это мы все отметим однозначно многие ребята будут смотреть в далеких регионах Сибири в маленьких городках и возможно никогда даже не будет возможности там пересечься и там специалистов-то таких нет чего начать в таком ну порядке саморазвития что нужно понять вот может быть какая-то мощная-мощная идея самая простая штука которую надо понимать что если ты например знаешь что надо делать но не делаешь и не можешь себя заставить значит у тебя есть внутренние противоречия надо то есть это не физически это значит вопрос мышления то есть если ты знаешь что делать но вот принципиально не делаешь боишься саботируешь и так далее и не можешь себе объяснить причину это вопрос того что есть внутренний конфликт есть с одной стороны желание а с другой стороны есть страх соответственно если ты себя заставить не можешь то лучше пойти к специалисту или попробовать найти какие-то практики которые помогут пересмотреть эту ситуацию тоже есть но это сложнее просто обычно чем человек поможет сделать но допустим нет возможности то надо тогда искать практики какие-то которые помогут пересмотреть но самый простой вопрос а что произойдет неприятного или опасного для меня если я все-таки начну это делать или второй вариант чего я лишусь если я начну это делать что я не делаю все и там обычно вылезают вторичные выгоды не делать то есть есть причины почему я не делаю и они достаточно то есть навески могут быть когда я их осознал мне может стать проще либо поменять цель чтобы это обойти либо я могу когда я это достал из подсознания понять что это фигня на самом деле этого не произойдет и мне может стать легче там где еще я действую но я все равно не получаю нужный результат то же самое надо смотреть может быть я саботирую может есть какие-то внутренние противоречия внутренними противоречиями могут быть какие-то убеждения обстоятельства или мысли о том что кто-то меня раскритикует если я там ну например например я давай я пример приведу мы работали как-то с мужчиной у него там десять лет в бизнес войти и он у него не мог вырасти выше там определенного какого-то предела то есть вот он определенный уровень держал там с поправкой на инфляцию да там условно но вырасти как-то сильно он не мог стали копать и что если если значит все-таки бизнес у него пойдет в рост он говорит ну я стану богатым и популярным я говорю ну то есть что страшно я стану богатым и популярным я такой окей а что самое страшное если ты станешь богатым и популярным я стану президентом ну то есть у него такой ассоциативный ряд то есть я спрашиваю что опасно он говорит вот это стану президентом я такой хорошо а что самое страшное если ты станешь президентом близкие от меня отвернутся потому что в моей семье считается что все кто заработал все кто популярный они воры и плохие люди а без поддержки близких я типа не выдержу. То есть вот простая цепочка, почему не надо выше определенного дохода прыгать, потому что тогда родственники от меня должны отвернуться, и это не на уровне сознания, человек не понимает, он просто может даже те варианты, которые ему подворачиваются, которые должны принести деньги, он через подсознание понимает, что я на этом могу заработать, он будет включать, например, тревогу, потому что если я заработаю, от меня близкие отвернутся. То есть он может на уровне ума хотеть больше зарабатывать, а на уровне подсознания считать, что это опасно, и у него интуиция будет говорить, с этими людьми не работай, это не делай, потому что что-то будет не так. Конечно, не так, ты на этом денег заработаешь, и в соответствии с твоими представлениями твои родственники должны от тебя отказаться, а без родственников как-то никак. То есть это внутреннее противоречие, с одной стороны, я хочу денег зарабатывать больше, хочу, чтобы у меня бизнес рос, а с другой стороны, есть страх, будет саботаж. Будет саботаж. Будет саботаж. То есть если мозг считает, что туда не иди, там опасно, то ты будешь придумывать обстоятельства, которые будут тебя оправдывать, почему ты не там. То есть бывает так, что вопрос в том, чтобы научиться что-то делать и тогда достичь результата, а если ты делаешь, перебираешь действия и всё равно не можешь достичь, то мы предполагаем, что там есть какой-то внутренний противоречие, саботаж и так далее. Более приземлённый и пример, который повсеместный по поводу питания, которое ты тоже очень глубоко разбираешь. Если я действую, но не получаю нужный результат. Допустим, нужно скинуть вес. Человек действует, но не получает результата. То вопрос может быть в действиях, что ему нужно что-то другое попробовать. А может быть в том, что ему нельзя как будто бы прийти к этой точке, к этому весу. Я приведу пример конкретный. Мы с барышней работали, как бы она ни диетила, ниже определённой планки очень тяжело. И даже если она сбрасывала ещё минус 2-3 килограмма от неё, то мгновенно она срывалась и набирала очень быстро обратно. Мы с ней стали разбирать, она выступает на сцене. И у неё вылез страх, что если я выгляжу нормально в таком весе, то есть она нежирная, просто немножечко лишний вес на моём животе. Если я стану стройнее, я стану выглядеть очень привлекательно, и тогда меня должны изнасиловать. А у неё уже было сексуальное насилие в жизни и как бы она не хотела бы повторять вообще. И, соответственно, пока у неё похудение ассоциировалось с тем, что её должны изнасиловать для подсознания, она не могла. То есть это ничего себе, это угроза, это опасно. Лучше быть вот в таком весе и быть менее привлекательной, чем я сейчас там. Интересно, а как разобраться и выявить вот эти угрозы, которые, может быть, тоже неочевидны даже людям, только в разборе они к ним приходят? Ну, вот можно попробовать. Самоанализ? Подоставать, да. Но фишка в чём? Самоанализ может очень плохо работать. По какой причине? Потому что система безопасности не заинтересована в том, чтобы ты её выключал. Вот. То есть там, где ты сам засопротивляешься, не увидишь и так далее, потому что у тебя там записано «сюда не смотри», там у тебя специалист может провести. Слушай, а есть способы как бы немножко халкнуть эту систему и отключить её? Есть разные способы и фишка в том, что специалист знает множество способов для разных… А вообще отключить можно? А зачем? Чтобы вообще быть бесстрашным, непоколебимым. Есть люди, у которых генетические какие-то, по-моему, приколухи, у которых нет страха. Они обычно переломаны все вообще вдоль и поперёк. Система безопасности, она работает… Экстремалы, наверное, что-то ближе, да? У них, ну, у большинства экстремалов, они всё-таки что-то испытывают, какие-то адреналины, страх и так далее. Просто у них другие страхи ещё есть. Ну, например, бывает, что у людей страх заблокирован, потому что опасно бояться. Типа, если я боюсь, то, значит, со мной что-то плохое случится, потому что я трус. Типа, нельзя быть трусом, нельзя бояться. Всё. У человека может быть вытеснен страх вообще абсолютно. у экстремалов может быть свой набор эмоций, которые они хотят испытывать, и своё отношение к тому, что они делают. При этом человек может рисковать жизнью легко, а в отношениях его может там очень сильно эмоционально крыть, он может очень бояться потерять партнёра и так далее. Это может быть прямо очень сильный страх для него. Хотя, ну, то есть, тут он жизнью рискует по несколько раз на дню, да, и нормально, а тут дико страшно. То есть, опять же, это система приоритетов. Вот это очень важно, а это не так важно. Ясно. Вот. Ну что, мы разобрали тему благодарности достаточно глубоко и не только. Да. То есть, для каких-то моментов благодарность решает прям вопрос. Может уменьшить тревожность, там ещё что-то, но какие-то моменты всё равно лучше к специалистам идти. Почему лучше к специалистам? Потому что другой человек может провести тебя там, где ты сам засопротивляешься, не увидишь и так далее. Плюс специалист знает кучу инструментов. Вот. Подбирает их индивидуально. Подбирает их индивидуально обычно и так далее. Хотя смех в том, что психика достаточно универсально работает. Есть более универсальные методы, которые очень многие вопросы решают. То есть, например, то, как я работаю, мне нет большой разницы с деньгами работать, с психосоматикой работать, там, с отношениями работать, с какими-то депрессиями, апатиями. Большой разницы нет. Точно так же, там есть приоритет определенных реакций, то есть, эмоций. Вот. 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 Отрабатываем эти эмоции вне зависимости от контекста, и человек отпускает. То есть, у него важность падает вот этой темы, и ему легче живется. И мы идем ковырять систему безопасности только там, где она мешает. Мешает, создает проблемы для жизни. Создает проблемы, да. То есть, если она где-то четко отрабатывает, то у меня и не возникает вопроса, что я что-то делаю не так, что я что-то саботирую и так далее. Мне не надо это отрабатывать. А вот если у меня, я считаю, что я реагирую неправильно, это мне мешает, то я тогда иду, отрабатываю это. Ну все, спасибо. Договор. Человек создан для того, чтобы жить и развиваться в обществе. Именно общение способствует, вдохновляет нас двигаться вперед. Я верю, что наши интервью делают кого-то на шаг ближе к успеху. Поэтому создал сообщество «Спортивные предприниматели». Добавляйтесь по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok